Мы всех приветствуем «Святости природы» Книга Рава Уришерки Наша большая тема – культура и образ жизни Если в прошлый раз мы говорили о красоте, об эстетике, об отношении еврейской традиции к искусству в Галуте и во время избавления, то сегодня мы поговорим о музыке Итак, естественная радость жизни Музыка – это одна из важнейших форм выражения души Можно сказать, что душа говорит на языке музыки Существует древний спор о том, какой способ служения Богу является более правильным Этот спор появляется уже в Танахе, как спор между царем Давидом и его женой Михаилом В котором выразились вот эти два отношения, которые проходят через все поколения и до сих пор Итак, это известная история Во время вознесения Ковчега в Иерусалим Толпы израильтян шли за Ковчегом всю дорогу, танцевали, радовались Потому что Ковчег возвращается на свое место в Иерусалим Также и Давид шел вместе с народом, радовался и участвовал в праздничных танцах Так рассказывает об этом книга Шмуэля Бет И когда низший Ковчег делали шесть шагов, закалывали тельца и овны И Давид плясал изо всех сил перед Господом, и был Давид одет в льняной эфот И Давид и весь дом Израиля возносили Ковчег Господень с восклицаниями и звуками труб Когда Ковчег прибыл в город Давида, Михаль посмотрела в окно и увидела, что ее муж прыгает и танцует с толпой Ей это не понравилось Михаль считала, что не подобает царю Израиля прыгать и танцевать, подобно последнему клону И когда Ковчег Господень прибыл в город Давида, Михаль, дочь Саула, выглянула в окно и увидела царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом И презрела его в своем сердце И принесли Ковчег Господень и поставили его на место его внутри шатра, который раскинул для него Давид И принес Давид все сожжение и мирные жертвы пред Господом И после окончания торжеств Давид вернулся домой и получил выговор от жены И вернулся Давид, чтобы благословить свой дом И вышла Михаль, дочь Саула, навстречу Давиду и сказала Как отличился сегодня царь Израиля, обнажившись перед глазами рабы своих рабов Как обнажается какой-нибудь пустой человек Имеется в виду, что он был одет в длинный эфот И когда он танцевал, поднимал руки, ноги И это казалось Михале недостойным Михаль была дочерью царя из знатной семьи И она считала, что не подобает Давиду как царю участвовать в подобных массовых мероприятиях По ее убеждению, царь должен держаться на почетном расстоянии от толпы Давид выслушал жену и объяснил ей, что в его глазах достойно прыгать и танцевать Поскольку таков его путь служения Богу И сказал Давид Михаль Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его И поставил меня вождем над народом Господнем, над Израилем Я буду веселиться пред Господом И еще более унижу себя И буду уничтожен в глазах своих А перед рабынями, о которых ты говорила, я буду прославлен И не было у Михаль дочери Саула детей до дня ее смерти Конец цитаты Я тут самые яркие слова, выражающие позицию Давида и позицию Михаля Здесь написал, что это как бы их спор Итак, позиция Михаль по отношению к жизни непродуктивна При зрении к естественной радости жизни не приближает человека к вечной жизни, а наоборот И поэтому пророк подчеркивает судьбу Михаль Не было у нее детей до дня ее смерти Давид же оставил после себя целое поколение потомков Итак, мы видим две позиции Одна позиция Давида, другая позиция Михаль И мы видим, что как бы Бог избрал, то есть лишил Михаль потомства Это говорит о том, что у нее не было продолжения в будущее Продолжения как бы вечную жизнь в отличие от Давида Это отношение к ее позиции То есть презрение к природной жизни, к естественной, к радости, к танцам Вот это вот все, да, то, что выразил Давид И презрение к этому отдаляет человека от вечной жизни Вот такой урок мы выучили из этой истории Есть какие-то комментарии? У меня нет, я все согласен Так, и тогда мы движемся Но я тебе скажу честно, что вывод Не совсем Вывод все-таки не совсем такой простой Давай вернемся немножко назад Вывод Вывод это не презрение к природной жизни Все-таки это музыка при святости При вносе ковчега Поэтому сделать отсюда прямо вывод Что презрение к природной жизни Отдалять человека не совсем Это презрение к природному служению святости А не природной жизни Ну да, да, тут как бы речь идет о том О включении радости, музыки, танцев Именно в святости Да, вот это, мне кажется, нужно здесь исправить Это не презрение к природной жизни Это презрение к природному Естественному служению святости К природному естественному служению святости Да, да, потому что да В природной жизни здесь все-таки не об этом речь идет Согласен, да? Да, конечно То есть тут речь не идет о том, чтобы оправдывать разных клоунов Ну да, хотя очень может быть, что мы его тоже скажем Что даже и клоуны, и сельское хозяйство, это все Но это другой вопрос Вот в данном отрывке это природное служение святости То есть это два способа служения Да, служение через... В данном случае, да В данном случае, да Радость Да Я бы сказал, я бы сказал, что спор Давида и Михайя Это спор Хасидов и Литваков Дальше об этом будет Ага, окей, хорошо Прекрасно Ну, тогда идем дальше Музыка как центр жизни И теперь как раз Рассмотрим, как этот спор дальше перевоплотился в более последующих поколениях В виде спора Хасидов и Метнагидов Как известно, Хасиды сочетали служение Богу с действиями, выражающими радость В то время как Метнагдем или Литваки делали акцент на другой стороне служения Богу Связанный с интеллектуальной учебой, с устрожением детальным Аллахи и так далее Но у нас есть слова лидера Литваков, Виленского Гаона, которые нас удивляют Эти слова приводит его ученик, рабби Исраэль Ишклова, в предисловии книги Пеата Шульхан И так он сказал, то есть Виленский Гаон Все премудрости необходимы для нашей святой Торы, и они содержатся в ней И он хорошо знал эти премудрости и перечислял их Алгебру, геометрию, инженерию и мудрость музыки И очень его схвалял последнюю Он говорил тогда, что большинство смыслов Торы и тайн песен левитов и тайн тикунейзуар Невозможно познать без нее, то есть без музыки В каббалистических книгах упоминается особая внутренняя мелодия Которую необходимо слушать, чтобы в полной мере постичь тайную Тору Дальше Виленский Гаон продолжает рассказ о музыке и отмечает ее чудесные свойства Из-за музыки люди могут умирать в томлении души от ее сладости А могут воскрешать мертвых ее тайнами, скрытыми в Торе Музыка обладает огромной силой, способной как погубить, так и оживить Рассказывают о воинах Санхирива, которые пришли завоевать Иерусалим и были убиты за одну ночь ангелом Мудрецы объясняют, что ангел заставил их слушать ангельское пение до тех пор, пока не отлетели их души Так же, как музыка может убивать живых, она может и оживлять мертвых Это можно понять из объяснения талмудического понятия воскрешения мертвых Которые дал Раби Шмуэль Дамедина Раби Шмуэля спросили, как может быть, что самый малый из мудрецов Талмуда умел воскрешать мертвых В этом пишется в Талмуде, что герои, мудрецы воскрешали мертвых При этом, великие пророки, о которых мы читаем в Танахе, воскрешали мертвых Есть случаи, когда Илья и Ильиши воскрешали мертвых Это было исключительным случаем для таких великих пророков В Талмуде это как бы норма И в своем ответе он объясняет, что воскрешение мертвых, о котором говорится в Талмуде Это не буквальное воскрешение, а возвращение к соблюдению заповедей Потому что грешники при жизни называются мертвыми Есть такая формула в Иерусалимском Талмуде И, следовательно, тот, кто приводит злодея к раскаянию, называется воскрешающим мертвым Потому что иногда мелодия способна вызывать раскаяние у людей Люди слышат определенную гармонию и сразу чувствуют, что это тот звук, которого им не хватало всю жизнь И начинают приближаться к Торе, приближаться к моральной жизни Идем дальше И рабе Исраиле Шклова продолжает передавать слова Велинского Гаона Он сказал, Моисей принес горы Синай несколько мелодий и несколько ритмов Медот, я не знаю, как ритмы, размеры И все остальное построено на их основе То есть Моисей Муше принес не только текст Он принес еще мелодии, которыми этот текст нужно петь Есть особые мелодии для письменной Торы, особые мелодии для устной Торы Более того, он говорит, что все остальные мелодии Возможно, мелодии других народов Тоже построены на тех мелодиях, которые принес Моше С горы Сина из духовного мира То есть все мелодии построены на основе тех мелодий, что принес Моше Есть особая мелодия Торы, к которой должен подключиться человек И это можно понять из следующего отрывка в трактате Мигела Сказал Рабь Йоханан Каждый, кто читает без мелодии и повторяет без пения О нем говорит Писание Я дал ему ставы недобрые и законы, которые не оживят их Читает и повторяет, имеется в виду Читает, это учит письменную Тору А повторяет, имеется в виду, учит мишну И, соответственно, у каждой, у письменной Торы, у устной Торы Есть особая, соответствующая ей мелодию И кто не поет, изучая Тору Этим он свидетельствует о себе, что не понимает, что он изучает Тогда получается, что Тора для него лишь сборник законов Которые ему навязали Ему приходится их соблюдать Так Рафшерки объясняет вот эту цитату из трактата Магила Робену Саади Гаон посвятил целый раздел своей книги «Верование и мнений» «Поведение человека» В одной из глав он обсуждает привычку человека слушать музыку И в ней подробно описывает влияние каждого тона, каждой ноты, каждого лада на душу человека Похоже, что отношение к музыке в иудаизме очень серьезное Музыка – это не аромат, сопровождающий жизнь Это сама жизнь И вершиной стремления служения к Богу является мелодия Еще один пример из Талмуда Илиша бен Абуя Он был одним из великих танаев Но в конечном итоге он стал еретиком и вырвал посадки Мудрецы Израиля выдвигали различные версии того, какие события его жизни повлияли на его судьбу На то, что он отошел от Тора Один из мудрецов Талмуда связывает падение Илиша с тем, что греческая песня не сходила с его уст На самом деле, греческий язык имеет особое значение для той культуры, в которой жили мудрецы Талмуда На греческом даже разрешается писать свиток Торы, что запрещено на любом другом иностранном языке А если так, то почему именно греческая песня стала причиной падения Илиша бен Абуя? Дело в том, что все в нашем мире изучает свою особую атмосферу, особую вибрацию Которая передается связанной с этим душе То есть каждая душа откликается на определенную вибрацию Особенно это заметно в архитектуре Один из параметров, который учитывают при проектировании зданий Это посыл, послание, которое эти здания должны передавать Например, академический городок спроектирован таким образом Чтобы передавать тем, кто находится в нем, определенные ценности С другой стороны, здание, где изучает Тору, должно также доносить ценности Ценности другого типа То же самое касается и духовных воззрений У Торы Израиля есть определенная общая вибрация А у греческой философии другая вибрация Илиша бен Абуя действительно изучил всю Тору Израиля Но его душа была глубоко покружена в греческую культуру Песни, которые всегда сопровождали его Поскольку он не оставил места для другого музыкального переживания То и Тора, который он изучил, оказалась пропитанной вибрациями греческой культуры То есть такая версия мудрецов Талмуда Из-за того, что Илиша бен Абуя учил Тору Как бы он знал всю Тору Но при этом он ее пел не на ту мелодию Он ее пел на греческую мелодию И вибрация вот этой греческой мелодии Она его в итоге увела от Тора Вот такая интересная версия Из этого мы видим, насколько важна была музыка в том обществе В обществе мудрецов Талмуда И более того, значит, еще раньше, соответственно Еще одно обсуждение мудрецов более поздних Это книга Кузыри В книге Кузыри Родин рассказывает царю О состоянии народа Израиля в своей стране в то время Когда у них был царь и был храм Он с тоской вспоминает левитов Основной функцией которых была музыка И дальше цитата из книги Что касается музыки Представь себе народ, который настолько ценит мелодии Что возлагает их исполнение на благороднейших его представителей На колено леви Которые занимаются музыкой как священной работой В святом храме в священные дни Эти люди свободны от бремени заработка Поскольку получают десятины И нет у них другого занятия, кроме музыки Это искусство, ценное само по себе среди всех людей Было особенно почитаемо в этом благородном и добродетельном народе А Давид и Шмуэль были во главе музыкантов Как ты думаешь, хорошо они знали основы музыки или нет? Это Кузырь говорит царю И царь отвечает Нет сомнений, что в таком святом месте Это искусство достигло полного совершенства И там оно пробуждало души Как сказано, что музыка способна Переносить душу из одного состояния В противоположное Это конец главы Кто что думает Какие есть комментарии Вибрации, мелодии Во-первых, здесь Мне кажется, что если мы назад пойдем Если можно Про Моисея Вопрос Это музыка Это мелодия Это мелодия В прямом смысле или в переносном Понимаешь? В некоторых местах мы видим Каждый, кто читает без мелодии И повторяет без пения Это вроде в прямом смысле Правда? Влияние каждого тона И каждой ноты И про греческую песню Там, кстати, проблема Что греческая песня не ходила с его уст Это вопрос Что он, собственно, стал Являлась ли это причиной Или наоборот Когда он стал сдвинуться в эту сторону То он стал петь греческие песни Поэтому это как бы там параллельно В пролише бы наоборот Но Но Когда мы говорим Что Маше принес с горы Синай Несколько мелодий и ритмов Возникает вопрос А где же они? Является ли Ну, например, скажем Обычное чтение Тары Которая сегодня Кантеляция Она все-таки сильно разная У разных групп евреев Понимаешь? Теперь Когда мы говорим про Рабина Ахмана Что у каждой Т agreement Есть своя мелодия И есть мелодия молчания И все прочее Это в каком-то смысле Переносном смысле мелодия То есть В культуре есть некая Вот Мелодия Культуры Особенность То есть Это мелодия Не в прямом смысле Что я могу ее спеть А мелодия В том смысле Что есть некая Линия вот этой культуры Ее особенность Которую можно назвать Мелодией этой культуры Ну, вибрация Можно сказать, да? Ну, окей, это не такие уж вибрации, понимаешь, это уже скорее духовные вибрации, а не физические, понимаешь, вот, как бы, в чем этот тренд, то же самое, что тренд, то же самое, что идея данной эпохи, и вот здесь вот этот переход между прямым пониманием мелодии и аллегорическим, он как-то не обозначен, понимаешь, если мы говорим про музыки, можно сказать так, музыка играет прямую важную роль. Например, я не знаю, наверное, я что-то не увидел, что музыка была связана с пророками, это видео было раньше, да, вы шаги, что школы пророков были основаны на музыке. Это будет тоже. Окей, да, это будет тоже, хорошо, окей, да, но это все хорошо, но дальше переход как бы к аллегорическому пониманию слова музыка, понимаешь, и слова мелодия, и вот этот переход не подчеркнут. Вот это, мне кажется, интересно. Здесь же он говорит про архитектуру, да, что есть определенные вибрации в архитектуре, которые тоже передают настроение, то есть формы, да, их сочетания, они тоже передают настроение, и это тоже как бы аллегорическое понимание мелодии. Вот это, может быть, надо подчеркнуть где-то, что мелодия не обязательно понимается по прямому смыслу, как звук, что мелодия может быть в архитектуре, в культуре, во всех аспектах. Если вы в архитектуре, то, конечно, и в живописи, и где угодно, хоть даже и в идеологии. Так это же, по-моему, Авраам Абулафи, да, у него была такая идея, да, что люди думают, что им нравятся идеи философов, а им на самом деле нравится мелодия как бы тех слов, которыми они это выражают, и они на это именно отзываются. Окей, но здесь стоит сделать, может быть, примечание к книге Равошерки, вот это вот, если он сам это не пишет, но точно прямо в текст стоит вставить фразу, что мелодия, может быть, понята так же аллегорически, например, архитектура. Ну да, там про архитектуру как раз есть. Я понял, я это понял, да, но вставить фразу, что понят аллегорически, то есть написать это, то, что он имеет в виду сказать, написать более четким, как бы, текстом. Окей. Мне кажется, это правильно. Своя вибрация, ну окей, да, хорошо. А, вот я вижу, там музыка и пророчество, да, идет следующее я сделал. Окей, я понял, да. И вот это, скажем, мелодия у Раби Нахмана, это уж точно мелодия аллегорическая. Ну не только аллегорическая, мы же знаем, что Хасида очень много... Окей, не только, согласен, не только, но Аврама Кука, например, четырехгласная песня. Ну тут, да, аллегорическая точность. Конечно, поэтому это, я не знаю, пишут ли Афшерки про вот эту четырехгласную песню? Ну в другом, в другом разделе, да. Да, но это вот можно упомянуть. Вот это, мне кажется, важно упомянуть. Что мелодия понимается и аллегорически, например, у Раби Нахмана или Авра Кука, как четырехгласная песня, из чего как бы совершенно явно. И вот это, то есть упомянуть это в прямом виде. Ну, в принципе, да, да. Но здесь-то как раз у нас раздел, посвященный искусству, да. Я понимаю, да, да, да. Уже даже в этом разделе уже есть это самое. Ну то есть пометь... Про вибрации архитектуры, да, которые... Окей, но пометь, пометь, что просто надо написать в прямом виде, примечания, написать, что так же аллегорически, или даже прямо в текст ставить, и вот в частности сослаться на Рабу Кука и Абин Ахмана. Ага, хорошо. Ладно, мне кажется, это важно. Да, да. Так, есть какие-то еще комментарии, вопросы? Ну, тогда перейдем дальше. Итак, музыка и пророчество. Музыка и пророчество. Итак, музыка способна кардинально менять душевное состояние человека. Рамбам пишет, что музыка является одним из важных компонентов в получении пророчества. Пророки, цитата из Рамбама, «Пророки не получают пророчество в любое время, когда захотят. Но они направляют свой ум и сидят в радости и благодушии, уединяясь, потому что пророчество нельзя получить в печали и в лене, но только в радости. Поэтому об учениках пророков сказано перед ними Лира, Бубен, Флейта и Арфа, когда они готовятся к получению пророчества». Это известное место, когда идет Шауль, встречает пророков, и там это описывается, как будто у них была специальная техника, при помощи которой они входили в это состояние. Там были сыны пророков, как будто какая-то была школа, и как будто у них была техника. И эта техника, судя по всему, была связана в том числе с музыкой, потому что они как музицировали и входили в это состояние. Ты знаешь, что благодушие, мне кажется, здесь совсем лишнее. В радости уединяешь. Что благодушие? Благодушие – это, как раз, вот такая духовная лень, по-русски, мне кажется. Ну, я могу посмотреть, что там в оригинале. Да, ладно, ну, отметь это слово, потому что оно, конечно, совсем… Можно просто убрать, потому что не у каждого же слова есть точный устье анализ, аналог. Но и в лите, это, наверное, да… Кто влев. Ну, кто влев – это… Буквально, да. Ну, окей, благодушие – это все-таки… Слово «благодушный» – это такой… Добросердечие. Ну, окей, ну, знаешь, у Рамбома особенно, это совершенно не… Будет неправильно, что оно повещено. Окей. Вот, кстати, в печали и в лене. Что такое лень? Метоха отзвуту, метоха отзлут, да. Ну, что значит слово «лень» здесь? Ну, что такое отзлут? Что означает здесь лень? Они в радости уединяясь… Но это, что такое лень? Лень – это не работа. Они в радости уединяясь. Ну, что я бы тоже сократил. Хотя отзлут – это, конечно… Ну, отзлут – это всегда, понимаешь, нет точного соответствия. А ассоциации абсолютно другие. Они сидят в радости и бездельничают. Уединяясь. Входят в состояние и ждут. Ну, окей. Но что такое в лене? Здесь лень? Ну, совершенно никуда не годится. Можно взять, обсудить, что значит у Рамбома… Ну, у нас же не является нашей задачей научное издание Рамбома. Понимаешь? Так, может, под ленью он что-то другое имел в виду? Ну, может быть. Но мы не будем в это влезать. Понимаешь? У нас же не является нашей задачей. Мы не занимаемся научным изданием Рамбома. Мы занимаемся идеей, которой, если я все-таки, хочется сказать. Ну, смысл того, что они входили, у них была техника… Ну, тогда просто в печали. Нельзя получить в печали. Запятая просто. И все. Убрать это явление. Да. Да. Вот и все. И тогда все понятно. Это то, что он хочет сказать. Да. Так же рассказывается о пророке Ильише. Цари Иудеи Израиля и Идома объединились, чтобы сразиться с мавитянами. Перед выходом на войну позвали пророка Ильишу. И царь Израиля спросил его, победят они в войне или проиграют. Ильиша, который помнил о злодеяниях Изевеля, матери царя Израиля, дерзко ответил. «Если бы не стоял рядом с тобой царь Иуды, я бы вообще не взглянул на тебя». Когда гнев Ильиша утих, он попросил, чтобы ему привели музыканта. И тогда начал пророчествовать. «А теперь приведите мне музыканта». И когда заиграл музыкант, была на нем рука Господа. Из этой истории мудрецы объясняют, что Ильиша просил позвать музыканта, потому что ушел от него дар пророчества. То есть, когда он разгневался на царя, тогда он потерял вот этот дар. И чтобы изменить свое душевное состояние, он попросил, чтобы для него исполнили музыку. В древние времена было принято играть на флейтах во время похорон. О важности этого обычая можно судить из Аллахи, приведенной в Талмуде, согласно которой второй день праздника переносится из уважения к покойным. Поэтому разрешается принести ему мирт, сшить для него саван и также принести флейты, чтобы играть на ней. То есть, игра на флейте, на похоронах не менее важна, чем саван для покойных. И даже откладывает второй день праздника. Сам факт, что от этого обычая не отказываются, то есть от музыки на похоронах, он свидетельствует о важности музыки в той культуре. Идем дальше. Музыка в изгнании. Со времен разрушения храма и с течением поколений музыка все более утрачивала свою ценность. В продолжении приведенного отрывка из книги Хузыри Хазарский царь говорит, «Однако невозможно сравнить значение музыки сегодня с ее уровнем тогда, ибо ценность ее уменьшилась, и сегодня ею занимаются только слуги и легкомысленные люди. Воистину, рабе опустилась она от своего величия, как утратили и вы свое былое величие». Это он говорит про еврейский народ. Действительно, во времена Рабио де Оливи значение музыки сильно снизилось. Играть музыку было принято в двух местах – в церквях или среди трубадуров при королевских дворах Европы. И только с XV века музыка начала возрождаться и развиваться, в основном в христианских церквях. Но в церкви были четкие правила, определяющие пути развития музыки. Вмешательство церкви было настолько велико, что для добавления нового звука в гамму требовалось специальное разрешение. Также и слух у людей развивался и становился более чувствительным, что видно по изменению музыкальных стилей с течением времени. Совершенствование музыки свидетельствует о том, что мир готовится к возвращению пророчества. У христиан существует предание, что Папа Григорий Великий, живший в эпоху Савараи, около VI века, послал своих мудрецов к евреям, чтобы узнать у них мелодии, сохранившиеся со времен храма. Согласно этой традиции, источником григорианских напевов были песни левитов в храме. Отсюда можно заключить, что корни церковной музыки скрыты в мелодиях, которые играли пророки, подготавливая себя к пророчеству. Эти мелодии были переданы левитам, исполнявшим музыку в храме, от левитов к мудрецам Израиля, от них к мудрецам церкви. Вот такое интересное утверждение. Талмуб Сахим рассказывает о двух видах связи между музыкой и пророчеством. В первом случае музыка пробуждает пророческое вдохновение. С помощью музыки пророк готовит себя к восприятию слова Всевышнего. Это то, что было в школах пророков, когда Шаолих встретил, и они музицировали. И такой тип связи называется Мизмор-Ледавид, Псалом Давида. А второй вид называется Ледавид-Мизмор, Давида-Псалом. Это музыка, исполняемая в состоянии пророчества. Сначала пророк получает пророчество и под воздействием этого музицирует. Таким образом, у музыки есть два канала. Первый направлен на достижение Духа Святости. А другой, более возвышенный, является порождением Духа Святости. Конец главы. Есть какие-то комментарии? С моей стороны нет. Все окей. Ну, по мне так довольно спорно, да, то, что музыка начала возрождаться, как бы, вместе с возрождением церкви, да, и это свидетельствует о возрождении пророчества. Ну, может быть, она в какой-то момент возрождалась, да, а потом, как будто наоборот, в нашем поколении, ну, последние там лет сто, она начинает становиться все более простой. Почему? Нет, нет. В наше время совершенно не начинает. В наше время есть много простой музыки, но в Средневековье тоже было полно простой музыки. Простая музыка была всегда. Поэтому она никуда не делась, и она как была, так и осталась. Сегодня она более широко идет, эта простая музыка. А сложная музыка, ее продолжают писать, очень серьезную сложную музыку. Поэтому я не думаю, что что-то произошло, какой-то такой примитивизации музыки. Наоборот, есть сложные композиторы и сложные современные вещи. Ну, не знаю, наверное, тут нам не хватает специалистов по музыке. Ну, я не специалист, но большой любитель. Могу только подписаться под тем, что Пинка сказал. Есть куча просто сложнейшей музыки, сложнейших композиций. И она нисколько, не так, достаточно, в общем, сложной музыки в наше время. Я бы даже сказал, возможно, даже больше, чем среди веков, потому что доступ у людей больше к музыке, к инструментам, к музицированию. Если раньше этим занимались только, ну, единицы буквально, то сейчас вообще другие времена. И мне кажется, сейчас все хорошо в этом смысле. Ну, отлично. Окей. Хорошо. Так, тогда идем дальше. Музыка на праздниках и мероприятиях. Есть один день в году, когда Тора предписывает каждому еврею заниматься музыкой. И это Роша Шана. И эта мелодия проста. Используется только один инструмент, шофар, и он издает всего три звука. Ткия, шварим и труа. Один непрерывный звук, чередование низких и высоких звуков, и серия прерывистых звук. Да, и из них сочетание, там есть сто тех звуков, которые нужно прослушать в этот особый день. Роша Шана на этом простом инструменте. Так принято в наши дни. Но в эпоху крама использовали два инструмента. Помимо шофара играли также на трубе. Как сказано в стихе, трубами и звуком шофара вы струбите перед царем Господом. То есть трубами и звуком шофара. Почему же сегодня мы не играем на трубах, ограничиваемся только звуком шофара? Причина связана с происхождением этих инструментов. Шофар – это бараний рог. Это творение природы. Участие человека в его создании минимальное. Труба же сделана руками человека. Это продукт развитых человеком технологий и мастерства. И дело в том, что во времена храма святость обитала во всем, включая творчество человека. Но после разрушения храма невозможно осветить все. Поэтому есть определенные ограничения. И чем более далек предмет от простого творения природы, тем сложнее его осветить. Поэтому в наши дни принято трубить только в шофар, созданный природой, а не в трубу, в создании которой участвует человек. У нас уже был этот пример шофар и трубы в другой теме. Здесь Раф Шерки как раз объясняет. То есть, как ни странно, проще осветить какое-то создание природы шофара. Более сложное. Для этого нужно избавление. Когда освещение будет распространяться на более широкие области. В том числе на творчество человека. На технологии и на ремесла. И так же, как избавление Израиля происходит постепенно. Как сказано в Талмуде. Кима-кима. Так же, как солнце встает. Так и избавление постепенно. Так же и поэтапно развивается способность освещать мир. И мы должны развивать в себе особую чувствительность к радости жизни и к мелодиям, которые ее сопровождают. То есть, если во время Галута, наоборот, нужно было отгородиться от природы. Потому что это природа изгнания. И она может привести к чему-то нехорошему. То теперь, Раф Шерки говорит, другая эпоха. И нужно как раз развивать чувствительность. В том числе и к мелодиям. И в этой связи стоит упомянуть историю, которая произошла в самом начале заселения земли Израиля. Политический сионизм набирал обороты. И как следствие была предпринята попытка возрождения культурной жизни народа в своей стране. Элеазер Бен-Ягуда выступил за создание оркестра в Ришен-Лиционе и театра в Риховате. Для того, чтобы вернуть радость жизни нации. В ответ на это иерусалимская газета Хавацелет, представляющая Старый Ишуф. Старый Ишуф, Новый Ишуф имеется в виду те евреи, которые жили до массовой алии. До движения сионизма. Это, как правило, были харидимные евреи. Они называются Старый Ишуф. А Новый Ишуф это уже сионисты. Итак, орган печатный Старого Ишуф, газета Хавацелет, написала следующее. Если господин Бен-Ягуда хочет радости жизни, пусть он едет в Париж или куда ему заблагорассудится. Не ищи здесь радости жизни, ибо здесь храм царя и место, по которому ты ступаешь святая земля. Да, вот такой ответ для нас шокирующий. Но вот так они воспринимали. Почему-то на святой земле не ищи радости жизни. Но на самом деле это не так просто, пишет Рафшерки. И в реакции Старого Ишуфа есть доля истины. Сказано в Мишне. Во время войны с Веспасианом запретили венцы женихов и ирус. В древние времена было принято возлагать на головы женихам венки из роз и играть на ирусе, особо музыкальном инструменте, который использовался на свадьбах или наоборот на похоронах. Мудрецы предвидели грядущее разрушение храма и поэтому запретили те обычаи, которые выражали чрезмерную радость. То есть храм еще стоял, но они, предвидя его разрушение, уже сократили вот это выражение чрезмерной радости. В наше время мы находимся в промежуточном состоянии. С одной стороны, изгнание закончено, и народ Израиля вернулся на свою землю. С другой стороны, храм все еще разрушен. Поэтому вопрос о том, допустима ли музыка на радостных мероприятиях, остается предметом споров среди галактических авторитетов поколений. Так заканчивается эта глава. Немножко мне непонятно, как бы, казалось бы, Раф Шерки должен сказать, да, надо радоваться, развивать музыку, а он говорит предмет споров. Притом мы видим, что в современном Израиле вполне радостно празднуют свадьбы и праздники. Неужели есть такие направления, где до сих пор следуют этому запрету? Ну, видимо, есть. Поэтому остается предметом спора. Это вполне нормально, что он же описывает ситуацию не свое мнение. Его мнение, конечно, да, но есть предмет спора. Потому что, действительно, переходный период, вот как воспринимать, это уже конец изгнания или это уже начало Геулы? Или вообще является ли даже концом изгнания? Это, кстати, я с хабадниками обсуждал многократно. У них терминология, у Хабада, конец изгнания. А у религиозно-сионистов терминология начало Геулы. Казалось бы, какая разница? Конец одного – это и есть начало другого. Но если это конец изгнания, то мы в изгнании. Ну, они близко к концу. А с начала Геулы, то мы в Геуле, близко к началу. Поэтому это принципиально очень разница. Понимаете, что переходный период, можно даже отметить, что некоторые воспринимают его как конец изгнания, но изгнание еще продолжается, хотя близко к концу. А другие воспринимают, что на этом уже есть начало мессианского процесса. Мы уже в Геуле, хотя в самом начале. И вот эта, так сказать, промежуточная зона, ее, естественно, она вызывает споры. Может, есть кто-то, кто и даже вообще не считает, что мы в конце изгнания, но это уже не знаю. По крайней мере, Хабад считает. А другие, Хайдим, я не проверял, так сказать, у всех. Но это вот, мне кажется, стоит сделать примечание об этом. Хорошо, если нет вопросов, тогда перейдем к последней на сегодня главе, которая называется «Выбирающие песнопения». Выбирающие песнопения – это цитата из Брахи, завершающая Псукейда Зимра. Существует два вида мелодий. Это «Шира» и «Зимра», которые как раз оба в этой фразе, в этой брахе используются. «Шире» и «Зимра». Талмуд в трактате Сута объясняет, что Давид был наказан во время переноса Ковчега в Иерусалим за то, что назвал слова Торы песнями. Песнями в оригинале «Змирот». То есть это один из этих двух видов. Цитата из Талмуда. «Учил Раву, за что был наказан Давид смертью Узы. За то, что назвал слова Торы песнями. Как сказано, песнями были мне уставы твои в доме обитания моего». Это 119-й Псалон. «Сказал ему святой благословен он». Слова Торы, о которых сказано «Устремишь ли глаза твои на него и нет его». Имеется в виду, что тот, кто отводит на мгновение глаза Торы, забывает ее. Настолько это строго. И эти слова Торы ты называешь песнями. И за это ты не пройдешь испытания, которые пройдут даже школьники. То есть Всевышний как бы за это завалит Давида на экзамене. И это то, что произошло во время возвращения Ковчега. Здесь Талмуд ссылается на историю, приведенную в книге Шмойля II. Когда Уза умер в разгар торжества по поводу переноса Ковчега в Иерусалим. Это то, что мы сегодня уже вспоминали. Как они все шли и радовались. И в какой-то момент, когда валы оступились, и Ковчег как бы чуть показалось, что может упасть. И тогда Уза протянул руку, чтобы его удержать. И Господь поразил Узу. Он умер. И Давид, естественно, очень опечалился. То есть он воспринял себе это как наказание. Поэтому Талмуд разбирает, что это было наказание именно Давиду. И возникает вопрос, почему Давид был так сурово наказан за то, что назвал слова Торы песнями. Песнями он их назвал Змирот. Это один из песней. С другой стороны, само Писание тоже называют Тору песней. Но другой песней, Шира. Это цитата из Творим. Вот она здесь. Теперь запишите себе эту песню Шира и научи ей, сынок Израиля, и вложи ее в уста их. И теперь разберемся, в чем разница. Почему одной Шира можно называть Тору, а вторую Земра нельзя. Из-за этого был наказан Давид. Есть разница между Шира и Земра. Шира от слова шаршеры, цепь. То есть песня, подобно цепи, соединяющей внутреннее и внешнее. Земра, напротив, связана с внешним. Это от слова отрезать. Лизмор, когда подрезают растения. То есть отрезать одного от другого. Это Земра. И царь Давид был наказан за то, что сделал акцент на внешней эстетической стороне слов Торы, а не на их внутренней сути. Музыка определяется не только внешним и внутренним. Существует также нечистая музыка. Время от времени в Израиле возвращаются споры о том, следует ли исполнять в концертных залах произведения Рихарда Вагнера, германского композитора-антисемита, чье творчество использовали нацисты. Некоторые утверждают, что нет оснований запрещать его произведения, что следует отделять Вагнера-нациста от Вагнера-творца. Однако приверженцы такой точки зрения не понимают глубины, из которой исходит музыка, из силы ее влияния. Получается, что Вагнер черпал музыку из какого-то нечистого источника, и, соответственно, она будет передавать вот это нечистое влияние. Есть рассказ об одном иерусалимском мудреце, Рави Мардыхаев-Руме, который очень любил классическую музыку. Однажды ему поставили произведение Вагнера, и Равин был возмущен и потребовал немедленно выключить музыку. Он сказал, что ее автор – убийца. Еще более строгий подход к музыке предложил греческий философ Платон. Он утверждал, что следует законодательно регулировать, какую музыку можно слушать, а какая должна быть запрещена. Конечно, это радикальная позиция, но из нее видно серьезное отношение Платона к музыке. В книге «Берешит» Тора описывает, как Яков пытался повлиять на сердце Йосефа, чтобы тот освободил Шимона из тюрьмы. И Яков велел своим сыновьям вернуться в Египет и отправил с ними плоды земли Израиля. Писание называет эти плоды «песни земли». То есть, там плоды в смысле земра, то, что отрезали с деревьев. И можно понять также «зимрата арес», «песни земли Израиля». То есть, можно так понять, что кроме, собственно, плодов земли Израиля, Яков хотел передать Йосефу особую мелодию земли Израиля, чтобы пробудить его сердце, и чтобы он, соответственно, отпустил Шимона и получил это послание от своего отца со своей земли. И закончим мы, приведя глубокую хасидскую идею, о том, что существует три уровня мелодии. Первый, самый низкий, это мелодия со словами, то есть, песня. Второй, более высокий уровень мелодии, это мелодия без слов, то, что называется «нигун», то, что поют хасиды. И самый высший уровень мелодии, по мнению хасидов, это мелодия молчания, это тишина, о которой пишет Рабин Ахман в 64-й таре, что у каждой идеи есть своя мелодия, и есть такое знание, которое выше всех мелодий, и ее передает мелодия молчания. Вот на сегодня у меня все есть какие-то... Да, замечательно. Мне кажется, три уровня мелодии по Рабин Ахману, а не вообще три уровня мелодии, нет? Ну, по хасидам так пишут вообще. Ну, хасидизм, окей. Хасидизм и Рабин Ахман. У меня есть только комментарий. Да, извините. Не-не-не, все-все. Но вот то, что Давид сделал оценку на внешне эстетическое состояние слов «вторый», это сильная натяжка. Там просто совсем нет этого, понимаешь? Тексте. Это абсолютный медвеж. Потому что по тексту, ну, как Давид делает все, что может. А уже дальше, понимаешь, и неожиданно Уза погибает. Но он же погибает не от того, что он не везет к Ковчегу, а от того, что он его прикасается. И это совершенно... Давид взялся на внешней стороне, на внутренней сути, и поэтому Уза погиб. Нет, Уза погиб-то уже он коснулся Ковчега. И мне кажется, что это как-то... Ну, я понимаю, что медвеж все, что угодно можно замедвешить. Но он к тексту совсем не имеет отношения. Ну, согласен, согласен, да. Но как мудрецы объясняют, что это из-за того, что назвал Тору Земра. Ну, это вот подчеркнуть, что мудрецы делают ДРАЖ с целью, как бы, чтобы показать разные виды, и вот его связывают с этим. Но подчеркнуть, что это ДРАЖ пока не окажется, это очень важно. Вот. Потому что я первый раз вообще слышу это развлечение. И есть ли оно вообще в традиции, так вот, ну, вот здесь есть. А насколько это в других местах, это я немножко сомневаюсь. По крайней мере, я нигде не встречал такое разделение понятное. Это первое, что мне кажется. Теперь Платон. Платон, как мы все знаем, начальник тоталитаризма. И он все вообще хотел регулировать. Все. Одежду, музыку, брак, поведение. Все на свете. Платон – это абсолютно тоталитарный подход. Был сказать, что отсюда видно важность музыки. Окей. Но там же у него еще много другого, что он хотел законодательно регулировать. Оно тоже так важно? То есть, с Платоном, мне кажется, проблема несколько. То есть, с Платоном, ясное дело, проблема есть. Он начальник тоталитаризма. Ну, да, да, да. Само собой. Вопрос, можем ли мы регулировать музыку, да? Нет, 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 нет. Мы даже не ставим вопрос, что можем ли мы регулировать музыку. Здесь был вывод, что Платон, конечно, перебор у него, у Платона. Но видно, какое значение он придаёт музыке. Вот что было сказано. Но Платон и многое другое хотел законодательно регулировать. Следует ли из этого, что он всему такое большое значение придаёт? Потому что Платон тоталитарий, это мы знаем как бы отдельно. Ну, вообще, всё, что касается музыки, вот всё же касается Вагнера, например, как хороший такой яркий пример, мне кажется, это очень большой перебор. Можно относиться к таким великим талантам, как Вагнер. Ну, вот Роджер Уотерс, например, из современных. Вот он совершенно окончательно сошёл с ума. Ну, так что теперь, Pink Floyd на мне слушать из-за этого? Гениальная же музыка. Композиторы – это просто как проводники, на мой взгляд. Им даётся божий талант, они просто как проводники, они несут эту красоту в мир. Что там они при этом думают и как они там относятся к евреям или там ещё к кому-нибудь, мне кажется, это совершенно неважно. Нужно немножко над этим быть. Мне кажется, так я не знаю. Окей. Может быть, здесь надо сделать некое примечание, что вот может быть такой подход, а бывает и такой подход. То есть мы не можем менять текст Шерки, а примечание мы сделать можем. Что есть разные подходы, чтобы смягчить это. Да, но при этом здесь совсем не упомянута, мне кажется, такая тема, что ведь хасиды, которые придавали огромное значение музыке, они-то как раз брали мелодии народов мира. Возможно, там каких-то злодеев. И они как-то включали святость. Да-да-да, но это Ди-Юр, то, что называется у них. Конечно, Машь Наполеона. Всем известный. Но это они, видимо, брали чистую музыку народов мира. А не нечистую. А вот не знаю. А есть же такое понятие, что музыка не принимает нечистоту. Окей, ну хорошо. А что такое нечистая музыка? Что не принимает нечистоту? Ну, вот пример. Это важно. Это Рафшерки привык. Так если они не принимают нечистоту, то тогда и к вагнею нельзя? Здесь так понимается, что она идет из какого-то нечистого источника. Окей, да. В общем, эта вещь сложная, и стоит сделать примечание, что вообще... Что такое чистый... А что такое чистый источник, очень хотелось бы понять. Кто вообще чистый? Как он определяет? Да, и... У нас есть множество антисемитов в истории, которые велики, так сказать, люди искусства. Конечно. И это не уменьшает их вклад вообще в копилку человечества. То, что они так вот относятся к евреям, это тоже, ну как-то, не знаю, надо разделять, наверное. Да, в общем, примечание здесь сделать стоит. Не оставить это просто так. Вот. Все остальное же, ты универологии вот это сказал, да? Что это хасидизм и Рабинахман. Все остальное окей. Интересно, можно ли сделать в таком случае ги-юр музыки Вагнера? Это большой вопрос. По крайней мере, этим должны заниматься специалисты по музыке. Ну, и ты понимаешь, что ги-юр, ги-юр этого самому, маршу Наполеона, сделан не так, что они поют марш Наполеона, они его переделывают, марш Наполеона. То есть, они поют на текст святой. Ну, и они по-другому немножко поют, понимаешь? Можно ли Вагнера спеть по-другому, исполнить по-другому, совершенно убрав из него, так сказать, вот этот вот демонизм, который, собственно, является одним из параметров того, почему она важна, этот демонизм. То есть, у Вагнения не антисемитизм, у Вагнения демонизм. В этом его ужас. Вот. И гениальность, и все прочее. То есть, это демоническая музыка. Уже потом, поэтому не случайно, что нацизм ее себе взял. Вот. Но, то есть, вопрос, какой из параметров, святая была антисемитом, или то, что его нацизм взял? То есть, какой бы параметр хотел бы переписать? Ну, как раз нацисты, они почувствовали некую сходную вибрацию, да? Видимо, да, 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 да. Но это было бы интересно очень. Опыт, может ли быть такой исполнитель или композит, который переделает Вагнера на, извлечет иск из Вагнера? Это очень интересный вопрос. Можно ли даже не Дьюр сделать, а вот извлечь правильный иск из Вагнера и сделать несколько другую музыку на основе Вагнера совершенно с другой интенцией? Секундочку, а Шостакович абсолютно демоническую музыку писал. И он, по-моему, еврей был. Шостакович еврей? Нет, по-моему, нет. Разве я не помню, честно говоря, что он был еврей? По-моему, да. Не помню, слушай. Ну, то, что такое композитор, это точно. Не вопрос. Вот, извлечь, живой музыка демоническая? Ну, опять-таки, как вы определяете демоническую? На мой взгляд, да, она мрачна, мы сами. Делаешь не в мрачности, а демоническая это не мрачная. Действительно, был ли он евреем, получил просто? Вряд ли. Вряд ли. Сейчас. Хорошо, а если мы возьмем, например, просто какой-то святой текст и будем петь его на музыку Вагнера, будет ли это гиюром и извлечением? нет, так просто не сделайте. Лучше так это не рисковать, не баловаться. Да, да, это нужно серьезный, серьезный нет, никакого отсечения времени не имеет. А что такое гиюрмузыки? Я не очень понял. Гиюрмузыки это в прямом смысле переделать? Нет, нет, гиюрмузыки это понятие из хасидизма, в которой сейчас, одну секундочку. Ну, многие хасидские мелодии это народные мелодии, там есть русские народные, есть украинские народные, это то, что я точно знаю. Есть известный как бы нигун, как он называется, там какой-то чеченский, значит, как его, ну, какой-то бунтарь, да, он сидел там, значит, в темнице, да, и мимо шел хасид, да, и услышал ту мелодию, которую пел вот какой-то вот чеченский бунтарь, да, и это известно, не помню, как он называется, Шамиль, Шамиль, по-моему, хасидский нигун. это я не знаю, но вообще идея дьюр-музыки, то, что они бы взяли там, марш Наполеона и как-то на свой мотив его пели своими словами. Это, которые Адерит Ваймуна, да, они поют? До сих пор, по-моему, они поют в шабаде? Наверное, наверное. Юра, слушаем. Спасибо. По поводу Вагнера, мне кажется, что Вагнер, это не только композитор, это на самом деле философ, ведь его музыка должна была стать прахом нашего уста на место Бога. И он хотел вернуть цивилизацию к дионисийским мистериям, когда это не только музыка, это театр, это изобразительное искусство, это драма. По-моему, он там глубже в некотором смысле. Это в чистом понимании благоборчества. Если взять не только музыку, но и его взгляд на тотальность искусства. Ну, окей, я не берусь судить. Может быть, это у Вагнера и, может быть, что у кого-то из других великих художников. Это большое... В общем, я бы не стал выбрать Вагнера, будучи не специалистом в музыке совсем, не стал бы в это дело влезать. Но вообще, конечно, эта тема интересная, очень важная, очень сложная. Хорошо. Мне кажется, что мы на сегодня обсудили, правильно, если нет других замечаний? Есть вопрос, предложение. Имеет ли смысл выработать рекомендации для Бнейноах по, скажем так, духовной акустической безопасности? Что можно слушать, что полезно точнее слушать, а что вредно для души? Ну, я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Я бы не брался. Я бы не брался. Что затрагивает вибрации, что создает что-то светлое, какую-то вибрацию, то и слушать. Мне кажется, это настолько все индивидуально. В чем-то и дело, что это слишком субъективно. Это субъективно, совершенно верно. Мне может это нравиться, но оно может вредить моей душе. Я могу сам этого не понимать. как Билишев и наоборот. Ну, я не берусь, извините. Это сложная работа. Для меня это слишком сложно. Я в этом шлубоват. Возьму вопрос музыки. есть. Знаете, напоследок расскажу полуанекдот. Да. Был такой хасидский композитор, он умер, Раф Бенсон Шенкер. Да. Вот. И как-то я случайно, совершенно случайно, уже не помню, как, нашел его мелодии в интернете и с удивлением услышал старую советскую песню «Там вдали за рекой загорались огни». Я был просто потрясен. Ну, да. Ну, это как бы о другом, да, это о влиянии евреев на советскую культуру. Там тоже много можно что говорить. Есть высказывание Шаинского, да, что я, говорит, беру еврейские негуны, да, и делаю из них советские песни. Не знаю, насколько это верно или нет. Окей. Ну, хорошо. Тогда, мне кажется, мы это все-таки все обсудили. Всем спасибо. В следующий раз с Божьей помощью поговорим о театре. Через неделю. Спасибо. Спасибо большое. Тогда всем спасибо и до через неделю. Спасибо. Спасибо. Пока. субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.